Здравствуйте, я жительница дома Маслова Наталья Владимировна. Уважаемый Александр Иванович, обращаемся к вам, к последней инстанции, которая может нам помочь восстановить справедливость и остановить беспредел в сфере ЖКХ города Саратова. В январе 2023 года наш дом захватило ООО «Трест» путем подделки протоколов, общего собрания и голосования за выборы управляющей компании нашего дома. Далее, в течение 2023 года мы пытались выбрать другую управляющую компанию. ГЖИ каждый раз принимает протоколы и бюллетени голосования только от ООО «Трест». Сотрудниками полиции был найден директор ООО «Трест», кавалериста Владимир Григорьевич. В отделе полиции он дал показания, что работал разнорабочим в загородном коттедже с Анелиной Еленой Викторовной и ее сыновей Петра и Максима. О том, что он является директором ООО «Трест», он не в курсе. Никакие протоколы не подписывал. Доверенности на предоставление интересов ООО «Трест» в правоохранительные и срединные органы не передавал и не подписывал. 31 августа 2023 года была проведена почерковическая экспертиза, по результатам которой стало известно, что подписи председателя, секретаря собрания, кавалеристова, поделаны и выполнены другим лицом. ООО «Трест» самовольная без согласия собственников квартир установила завышенные тарифы за содержание жилья. Также хотели перевести спецсчет капремонта из фонда на отдельный счет, чтобы распоряжаться денежными средствами на свое усмотрение. За год управления нашим домом были установлены только освещение у подъездов. При этом в подъездах ремонт не проводился 15 лет. С апреля по декабрь 2023 года фактически не было горячей воды. Крыша дома находится в аварийном состоянии. Верхние этажи подъездов 2, 3, 5, 6, 9 постоянно притекают, причиняют неудобства и материальный ущерб собственникам квартир верхних этажей. По вопросам ремонта крыши Савнилин Петр отвечает, что жильцы виноваты сами, так как они подают иски в суд и не согласны с выбором управляющей компании. Более того, из открытых источников нам стало известно о фактах, что Санелин Петр Валерьевич вместе с Санелиной Еленой Петровной ранее являлись собственниками и руководителями УК «Виктория», которая в ходе своей деятельности присваивала целевые денежные средства жильцов многоквартирных домов, предназначенные для оплаты услуг региональных операторов. В 2021 году УК «Виктория» была признана банкротом с долгом более 40 миллионов рублей. Здравствуйте, меня зовут Агремина Александра. Я проживаю по адресу город Саратов, улица Тархова, 27. В течение года мы не можем остановить справедливость и законно решить вопрос с выбором управляющей компании. ГЖИ открыто заявляет, что только через суд мы можем оспорить к ворум собрания и отказаться от услуг УК «Трест». Поддерживают «Трест» во всех вопросах на 100%, явно противоречия закону. Заявление в ОП номер 7 Саратова было написано в марте, и только через полгода было возбуждено дело. В настоящее время статус неизвестен. Мы неоднократно обращались в областную прокуратуру на имя Филипенко, а также прокурору города, но данные обращения результаты не принесли, так как органы прокуратуры спускают наши обращения в нижестоящие, а последние, в свою очередь, просто ведут отписку, не проводя проверочные мероприятия. Просим вас оказать содействие в разрешении данного вопроса. Надеемся на вашу поддержку в решении этой проблемы, чтобы обеспечить нормальные условия проживания, помочь жильцам дома признать управление УК «Трест» незаконным, чтобы отказаться от услуг данной компании, провести проверку работы ГЖЭ с привлечением к ответственности виновных лиц. Мы собственники дома 43-255 по улице Железнодорожной города Саратова вынуждены вновь обратиться к вам как к последней инстанции, которая может нам помочь восстановить справедливость и остановить беспредел в сфере ЖКХ города Саратова. С 1 июля 2022 года нашим домом 43-255 управляет управляющая компания ООО «Трест», которая на основании протокола собрания 28.04.2022 года, который был оспорен в суде и признан недействительным решением суда от 22.11.2022 года. Апликационное определение от 26.04.2023 года. После этого «Трест» принимал в ГЖИ Саратовской области еще четыре протокола, в которых также принимали участие присутствовали умершие люди. ГЖИ каждый раз принимал протоколы и бюллетени голосования только ООО «Трест». ООО «Трест» хотели распоряжаться денежными средствами с капитального ремонта. Протокол от 31.03.2023 года по проведению капитального ремонта, который крышей горячего водоснажения, признан судом также недействительным. Решение от 30.10.2023 года. С нашего спецсчета по капитальному ремонту были сняты денежные средства в размере полутора миллионов рублей. 15.04.2024 года вынесено апелляционное определение и решение оставлено без изменения апелляционной жалобы, без удовлетворения. В течение 2022-2023 года мы не можем восстановить справедливость и законно решить вопрос о выборе управляющей компании. ГЖИ пыталась оказать давление на собственников нашего дома, чтобы отказались от жалоб, которые были написаны во всей инстанции нашего города. 15.04.2023 года было проведено собрание о смене управляющей компании. Протокол был сдан в лицензионный отдел ГЖИ. Но в нарушении законодательства лицензионный отдел ГЖИ не исключает наш дом из реестра лицензии ООО «Трест». Просим провести проверку работы лицензионного отдела ГЖИ. Надеемся на вашу поддержку в решении этой проблемы, чтобы вернуть нам возможность честного выбора управляющей компании и обеспечить нормальные условия проживания. Уважаемый Александр Иванович, хочу дополнить, что мы простые жители, мы налогоплательщики. Мы не многого хотим, мы хотим просто сами выбирать себе управляющую компанию и сами решать свою судьбу. И сами заниматься благоустройством своего дома, которыми мы являемся собственниками. Мы не очень, не много просим, мы просим просто законно разобраться в данной ситуации.